Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я заплатил одному психологу за консультацию несколько месяцев назад. На самом деле я просто с ним переписывался на какую-то тему, и он сказал, что не хочет с этим разбираться бесплатно. Я решил ему заплатить, он заплатил очень большую сумму для меня, но я не скреблал у себя все, что было, и отдал ему последнее. После этого я начал настаивать на консультации, которая длится только 50 минут, и стоит целое состояние, но я не хотел консультации, и садщика ее избегал. Когда я перечислил ему деньги, он обрадовался, что стал богаче, а меня оставил ничем. У меня случилась истерика, я несколько дней плакала. Его я ненавижу. Не могу с ним общаться, хочется прийти к нему и забрать обратно все, что он на меня отнял. Договориться о консультации я не могу, она должна пройти идеально, ведь она единственная, больше я не смогу себе позволить. Я боюсь, что что-то пойдет не так, что я останусь нищим. Что не успею решить абсолютную цель за 50 минут. Я не готова, живу в предвкушении, боюсь разочароваться. Я не считаю, что работа не должна быть оплачена, но откуда тогда такая тревога и паника из-за денег, почему я такая жадная, как наказать себя за неправильные чувства. На этого человека я случайно наткнулся в инстаграме. Я ответил на что-то, что он опубликовал, началась небольшая беседа, и вот результат. Я просто поговорить захотелось. А бесплатно друг с другом, видимо, люди больше не разговаривают. Такой вопрос. Ну что ж. Какая здесь поднимается тема? Тема здесь поднимается денег. Потому что там комфортная сумма для клиента и комфортная сумма для психолога важна и неотъемлемая часть психотерапевтического процесса. Если клиент платит сумму некомфортную, как вы вот пишите, отдавая последнюю, например, если психолог получает сумму для него некомфортную, либо больше, либо меньше, тоже психотерапевтический процесс нарушается. Поэтому здесь момент в том, что вы просто отдали сумму, которая вам некомфортна. К этому не прислушались, потому что либо очень сильно поговорить вам хотелось, либо, в принципе, считается, что если специалист запрашивает сумму, то так и должно быть, что он имеет право на это. Ну и вот все в таком ключе, все в таком духе. Мне еще показалось, что вы себя хотите наказать. То есть по большому счету вы уже себя наказываете. оплатя большую сумму за 50 минут, очевидно, полагаю, что, ну, мне показалось, опять же, из вашего текста, что вы, ну, не согласны, что ли, вот, с этой суммой. В целом, какое бы я здесь увидел противоречие. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, основная, скажем так, трудность заключается в том, что вы, как будто бы себе не верите. То есть, ну, то есть не доверяете. Вам об этом мы уже говорили, вот. Ну, в данном случае, я, наверное, вам более, так сказать, детально скажу. Смотрите, вы пишете, значит, мне хотелось просто поговорить. Если вам хотелось просто поговорить, то речь не идет о консультации. То есть, просто поговорить, это не терапия, просто поговорить, это не психотерапевтическая работа. Просто поговорить, это просто поговорить. И все. Так или иначе, ну вот, и когда вы, ну, получается, за то, чтобы просто поговорить, платите деньги, то вы уже нарушаете, как бы, свои личные границы, то есть игнорируя то, что вы хотели просто поговорить, да, и по факту, ну, по факту, получается, переводя это самое просто, просто поговорить в, ну, в какой-то другой контекст, вот, вы уже таким образом, к сожалению, большому нарушаете свои личные границы. Это первое, то есть у вас, ну, был интерес. У вас был один интерес, да, поговорить бесплатно, вы, соответственно, этот интерес, вы пренебрегли, вы пренебрегли этим интересом, заплатив деньги. Вот, это первое. Второе, вы говорите, что сумма, сумма большая для вас, и вы вынуждены были отдать последнюю. То же самое. Опять, свой интерес вам ставится, вам ставится ниже свой интерес, ну, ваш, ваш собственный интерес, значит, ставится ниже, вот, чем интерес, допустим, ну, психолога, потому что в данном случае мы говорим об интересах психолога. Понимаю тебя, да? Дальше. Вот, вы пишите, я решил ему заплатить, да, то есть, вот, как вы к этому решению пришли? Вы пишите, он запросил очень большую сумму для меня, но я не скреплялся во все, что было, и отдала ему последнее. Для вас так важно было беседа именно с ним. Вам было так важно разобрать эту проблему. То есть, чем, условно говоря, вы, ну, чем вы мотивировали? Ну, себя, здесь. Какая была у вас мотивация? Я сейчас не в том смысле говорю, что она у вас какая-то неправильная или неверная. Я сейчас говорю больше именно в контексте того, чтобы вас понять, вот. Да? То есть, если вы решаете отдать человеку последнее, как вы говорите, то, наверное, эта консультация вам очень важна. Что-то вы хотели через нее, ну, прояснить для себя. Наверное. Вот. Но что это? Что вы хотели прояснить для себя? Чем для вас важна эта беседа? Это важный момент. После этого он начал настаивать на консультации, что логично, которая длится только 50 минут и стоит целое состояние. Ну, вот здесь не совсем ясен контекст того, что вы говорите. То есть, длится 50 минут и стоит целое состояние. Считаете ли вы, что это того не стоит? Считаете ли вы, что сумма завышена? Считаете ли вы, что, ну, как бы переплачиваете? Вот. То есть, тут вы боретесь, на мой взгляд, не с жадностью, которую вы описываете. Вы здесь боретесь с пониманием того, что это того не стоит. Вот. А это, ну, как бы, абсолютно адекватная история и абсолютно адекватная реакция. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Дальше. Идем. Так. Ну, я не хотела консультации. Кстати, я ее избегаю. Но если вы не хотели, зачем вы заплатили? Или вы решили переписываться за эти деньги? Вот. Здесь, мне кажется, недостаток прояснения. Когда я перечислил ему деньги, он обрадовался, что стал богаче, а меня оставил не в чем. А это он вам сказал, что он обрадовался, что стал богаче, а вас оставил не в чем? Как это? Как это? Откуда вы знаете, что он обрадовался, что стал богаче? Вот. То есть тут у меня есть вопрос к этой формулировке «стал богаче». Человек не стал богаче. Вот. Получение суммы не делает человека богаче. Вот. Но кроме того, здесь есть важный момент, что решение ему заплатить было вашим. То есть здесь вы перекладываете ответственность на человека за свое решение ему заплатить. Если только он вас не заставлял. Вот. Дальше. У меня случилась истерика, я плакал несколько дней. От чего вам кажется и казалось, что вас обманули или что? Его я ненавижу. За что вы его ненавидите? Обязательно нужно сформулировать. Не могу с ним общаться. Хочется прийти к нему и забрать обратно все, что он меня отнял. Почему? Опять же здесь у вас вот эта вот формулировка «отнял». То есть вы же сами решили ему заплатить. Так, был ли факт того, что у вас кто-то что-то отнимал? Вот. Вы поймите, поймите, пожалуйста, меня правильно. Я ни в коем случае не обвиняю вас ни в чем. Но хочу прояснить просто эту ситуацию. Хочу прояснить этот момент. Вот. Дальше. Хочется прийти к нему и забрать. Это говорит о том, что вы что-то сделали против своей воли. Я бы очень хотел понять, что именно вы здесь сделали против своей воли. Я бы очень хотел понять. Прямо очень сильно я бы хотел понять, что вы сделали против своей воли. потому что здесь идёт требование компенсации, это история про то, когда человек делает что-то против своей воли. Я очень хочу понять, что в этой ситуации конкретно вы сделали против своей воли. Дальше. Так, договориться о консультации не могу, она должна пройти идеально, ведь она единственная, больше я не смогу себе позволить. Ну, я бы сказал здесь, наверное, так, пожалуй. Я бы сказал, что эта история типична для ситуации, когда люди платят, ну, платят как бы больше, чем им комфортно. Они начинают ждать, они начинают как бы ожидать от консультации, ну, от консультации чего-то большего, и хотят, чтобы она была идеальной. То есть вы, по сути, сделали, к сожалению, такую ситуацию возможной, вы сделали такую ситуацию возможной, благодаря тому, что заплатили, получается, заплатили больше, чем вам, чем вам комфортно. Благодаря этому, эта ситуация стала возможной. И, соответственно, ничего такого бы не произошло, если бы вы не платили бы человеку сумму, которая вам не комфортна. Такая здесь, в данном случае, ну, вот такой, в данном случае, такой момент, очень важный. Дальше. Больше я не смогу себе позволить, я боюсь, что что-то пойдет не так, что я останусь ничем, что не успею решить абсолютно все за 50 минут, я не готова, жду, предвкушение, боюсь расшароваться. Так вы хотите решить этот вопрос или нет? Вообще-то деньги вы можете потребовать назад, если передумали консультироваться. Я не считаю, что работа не должна быть оплачена. Откуда такая тревога и паника из-за денег, потому что оплатили сумму некомфортную для себя? Почему такая жадная? Это не жадно. Как наказать себя за неправильные чувства? Неправильных чувств не бывает. Вот, пожалуй, такой ответ. Я думаю, что вы решите для себя, хотите ли вы по-прежнему решать эту проблему, свою проблему, конкретно с этим специалистом. Если да, то это один момент, если нет, то это другой момент, и в этом случае вам вполне возможно, имеет смысл подумать о возврате денежных средств. По большому счёту, я бы сказал, что терапевтическая связь уже разрушена финансовым вопросом. То есть тот факт, что вас беспокоит то, что беспокоит, говорит о том, что терапия, скорее всего, уже будет невозможна. Ну, так, по крайней мере, бывает. Вот. На этом всё. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.